Турнир рассчитан на две возрастные категории – 9-10 лет и до 15 лет. Матч проходит в одиночном и парном разрядах. Краевые соревнования – высокой категории, а точнее первой. Поэтому сюда стараются приехать сильнейшие теннисисты. Правила в этой игре, как известно, сложные, но едины для всех. Дети 9-10 лет ничем не отличаются. Играют все, играют по единим правилам. Единственное, что в возрастной группе 9-10 лет немножко укорочены сеты, партии, так называемые. То есть не до шести геймов, а до четырех они играют. У нас всегда в крае были очень сильные позиции именно в теннисе. И регулярно наши ребята занимают призовые места и становятся победителями. Чем выше категория турнира, чем выше состав участников, тем больше рейтинговых очков они потом получают. И, соответственно, могут потом по итогам попадать в сборные края, города, даже страны. Судя соревнования, судьи на вышке, им сверху видно все. Ведь это именно их задача – обеспечить соблюдение правил во время матча. Я должен следить за счетом, чтобы все было правильно, все игроки были в равных условиях. Фактически задача судьи на вышке – это обеспечение равных условий для игроков, чтобы никто из игроков не получил какого-либо преимущества. В данном случае побеждает сильнейший, а судья на вышке этот принцип обеспечивает. Судья на вышке, естественно, он необходим для того, чтобы видеть всю площадку. Потому что есть части корта, которые снизу, как говорится, их очень трудно разглядеть. Сами участники открытых соревнований Краснодарского края по теннису – спортсмены уже опытные у каждого, своя тактика. Есть игроки качалы, есть атакующие. Я отношусь в группу атакующих игроков. И мне очень нравится атаковать. Я не люблю делать очень долгие розыгрыши. Мне нравится сделать подачу, потом 2-3 премьема и потом выходить на атаку. Мне очень помогает. Игроки даже не пытаются достать такие мячи. Ну, надо играть стабильно, играть плотными ударами, не накидывать сопернику. Ну и все. И играть умно. Я набираюсь опыту, очков. А зачем тебе очки? Чтобы становиться на турнирах сейнами и не играть в квалификацию. Что значит не играть в квалификацию? Квалификация – это если у тебя мало очков, и ты не попадаешь в турнир, ты должен сыграть 2 игры, их выиграть, и тогда ты только сможешь набирать очки в основе. Самое главное – это подача, потому что без подачи ты играть не сможешь. Все зависит от подачи. Если нет очков, то ты попадешь на турнир, но ты можешь попасть на слабые турниры или попасть в такие средние и играть еще 2 дня, в субботу и воскресенье. Я не очень сильно играю, я просто развожу по корту соперника. Ну там, короткий, под заднюю линию, гоняю соперника по корту. Соперник устает, и мне становится легче его просто разводить. На последний удар он задыхается и не может бегать. Если соперник накидывает себе вот эти вот свечки или еще что-то, не надо играть, как он хочет. Играй в свою игру. Еще мне важно, потому что от этого зависит моя карьера в жизни. Какой ты видишь свою карьеру? На пьедестале. Имена теннисистов, набравших заветные очки, которые им помогут добраться до пьедестала, станут известны уже 15 декабря. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. Субтитры донали faced Pete. Корректор А.Кулакова